Особое мнение на 101FM Я думаю, что дорожные службы сегодня получат свою долю критики за качество уборки Хотя областные власти сегодня с утра уже успели отчитаться о том, что почти 260 единиц снегоуборочной техники выведено на территории всего региона Меня вот это беспокоит другая цифра Почти 530 тонн смеси песка и соли ей обрабатывают снова наши дороги Обратно возвращаемся к песко-соляной смеси Думаю, уже неоднократно мы говорили У нас еще несколько лет назад городская администрация заявляла о том Еще и предыдущие руководители говорили, что мы будем постепенно уменьшать долю песко-соляной смеси Но пока этого не происходит По-прежнему грязновато на дорогах периодически Ну и как результат, в этом году у нас идет понижение газонов Это, наверное, одно из следствий То, что мы обрабатываем песко-соляной смесью Песок остается на дороге, попадает на газоны И уровень газонов от года в году повышается То есть, может быть, к радости, наверное, гаражам То, что в этом году их посрезали Но причину мы, наверное, до конца не ликвидировали Ну, этой работой, видимо, нужно заниматься регулярно С резким понижением уровня газонов А не так, что вот в этом году мы так активно Просто этого не было там долгие десятилетия Но в этом году случилось Конец года, декабрь 2023-го Хочется сегодня с вами подвести такие итоги строительной отрасли Ну и не только на эту тему поговорить О сносе аварийного жилья Реконструкции теплосетей города Кирова Поправки в закон о тишине В общем, в ближайшие полчаса Я надеюсь, мы по этому поводу с вами побеседуем Итак, итоги для строительной отрасли Ну, тут можно несколько моментов отметить Мы уже в предыдущих встречах говорили С вами это резкий рост стоимости жилья Киров на протяжении 2023 года неоднократно попадал Во всевозможные рейтинги Резкий рост стоимости жилья Ну, это по темпам рост попадал То есть, а не по абсолютной величине Потому что, если так смотреть наших близких соседей По ПФО То мы, ну, так же серединочку занимаем По цене метра квадратного Как и занимали ее раньше То есть, мы не ушли в лидеры Мы не отстающие То есть, как Тенденция по росту себестоимости На каждом регионе по-своему отражается То есть, она на нас так же сказалась Потому что цены на строительные материалы По-прежнему растут Плюс, все-таки, на мой взгляд Существенный рост в строительной отрасли Произошел оплаты труда Она возросла значительно больше Чем, скажем, в среднем по региону По вашей компании Можно озвучить Ну, это Давайте скажу, что по рабочим Это больше 6 тысяч рублей Средняя зарплата Это средняя зарплата То есть, она обучает и высококвалифицированных рабочих И низкоквалифицированных рабочих Опять, средняя температура по больнице Вот эти рост ГСМ То есть, что, естественно, отразилось на логистике То есть, вот эти вещи Они значительно повысили себестоимость Средней метра квадратного Не так давно В Комсомольской правде, по-моему Выпадал обзор Кто зарабатывает на строительстве жилья И там был такой некий срез Средней российской себестоимости И средней цены продажи И вот эта цифра Она получилась практически один в один То есть, это была сделана оценка Профессиональных сметчиков Сколько стоит метр квадратный И вот всего, по-моему, 4 или 5 регионов Где были значительные Ну, таки, скажем Разница большая Да, где большая была разница Маржа побольше Где большая маржа была, правильно То есть, это, естественно, Москва Это Питер Это из наших близкого окружения Это Татарстан А вот все остальные То есть, там рентабельность была на уровне Там 10-15 процентов То есть, каких-то там Зообочных цифр Там 200-300 процентов То, о чем кругом все говорят Причем не подтверждая Это ощущение То есть, вот здесь цифра была показана То есть, каких-то зообочных рентабельностей В строительстве жилья нет Но вообще, времена были, когда Эта рентабельность была Больше, чем сейчас? Если ты правильно построил бизнес То у тебя, естественно, должна быть прибыль Иначе ты просто долго на рынке не живешь То есть, один-два убыточных объекта И ты просто заканчиваешь работать на этом бизнесе Но каких-то сверхприбылей Которые исчислялись бы 50-70 процентов Я таких времен не помню Прогнозы, Дмитрий Валерьевич, какие? Опять же, наверное, сошлюсь И по росту, и по себестоимости И по цене материалов И так далее Опять же, сошлюсь на федеральных экспертов Вот на РБК сегодня попалась как раз статья И она совпадает с моим ощущением Стрельдного рынка То есть, значительного роста На метр квадратный не будет То есть, он будет Где-то в пределах Инфляции годовой Это на следующий год Причем, у нас в следующем году заканчивается Государственная поддержка Это льготная ипотека То есть, бот, она продлена Не бот пока неизвестный Поэтому эксперты видят Что первые половины года На бот более, скажем так Насыщена продажами Более, скажем, живая Вторая половина года Если программа не будет продлена То, наверное, бот, скажем, вялотекущая Поэтому по цене, скорее всего Будет стагнация цены То есть, цена значительно расти не будет Сообщество строителей может каким-то образом Повлиять на решение властей Чтобы продлена была программа Существует На нас еще премьер, который курировал строительный образ Куснулина Выступал с необходимостью поддержки данной программы И в дальнейшем периоде Потому что, наверное, это основной, скажем так Драйвер развития жилищного строительства Либо поддержки жилищного строительства Потому что рыночная ставка по ипотеке Там 17-18% Это практически заградительно То есть, при такой ставке Люди брать ипотеку не будут Они будут ждать другие времена Это политика Центробанка То есть, она на другие, скажем, вещи Направлена Для того, чтобы Выполнять те послания Которые направил президент На увеличение объемов вводимого жилья Необходимо его стимулировать И стимуляться именно через потребительский спрос Через льготную ставку по ипотеке В этом году и в настоящее время Судя по каким-то личным связям Кто-то из знакомых, из родственников Говорится Люди как-то умудряются В текущей ситуации Покупать жилье Ну, вы знаете Такого значительного приседания Уж незаметно вроде как Если есть потребность Приобретения жилья Люди все равно будут искать возможность И вот возможность получения льготной ипотеки Она на сегодняшний момент Ниже, чем Ставка Ключевая ставка ЦБ То есть она ниже, чем инфляция Которая официально объявлена в нашей стране То есть поэтому Людям выгоднее вкладывать в квадратные метры Нежели просто держать деньги на руках Это такая, скажем, экономическая составляющая Но есть и социальная необходимость То есть у нас все-таки идет Увеличение численности Новых граждан Кировской области в том числе То есть рождаемость Она не может все-таки увеличиваться Плюс есть нерешенные проблемы С прошлых лет Когда количество метров квадратных приходящегося На одного, скажем, кировчанина Ну, меньше, чем Среди наших соседей ППФО Да, то есть просто Люди живут очень кучно И вот если есть возможность Увеличить Или улучшить жилищные условия То сейчас, наверное Благоприятная ситуация Плюс Не забывайте, что у нас все-таки Оборонный комплекс Начал очень интенсивно работать И уровень заработных плат И там тоже рост Стал намного Доходов Выше, чем В среднем по Кировской области Поэтому Возможности у людей такие Появляются И, естественно, этими возможностями люди пользуются Вы лично, как руководитель Строительной фермы Будете возвращаться к вопросу Индексации зарплат сотрудников В новом году Это неизбежно, да? В новом году это неизбежно Это неизбежно Почему? Потому что кадровый голод Он накрыл, наверное, все сферы производства И услуг Не только в Кирове, Кировской области Но и в нашей стране То есть С кем из коллег Руководителей не общаешься То есть все испытывают недостаток Квалифицированных, неквалифицированных Рабочих кадров И поэтому, чтобы хотя бы удержать Тот коллектив, который на сегодняшний момент есть Необходимо индексировать Заработную плату Причем, ну Даже, может быть, не на уровне инфляции А может быть, даже чуть больше Более высокими этапами, да? Как можете охарактеризовать сейчас нехватку кадров Вообще в строительной отрасли региона? У нас сколько не хватает? Недостача этих рабочих рук? В количественном выражении я, наверное, не скажу Но я вижу, что у всех На сегодняшний момент есть нехватка И вот Такие, скажем, знаковые вещи Это срыв сроков ввода, скажем По социальным объектам, которые финансируются Из федеральной бюджетной школы Я думаю, в большей степени произошло Из-за того, что просто не хватает рабочих рук Которые бы могли эти объемы выполнить А сам характер кадров, качество Оно изменилось за последнее время? Вы знаете, мы все время ориентировались на то Чтобы пришел человек к нам И мы его доучим или научим Выполнять ту или иную функцию Если было бы желание Если человек готов обучаться То мы его научим Либо это в коллективе Либо это направлением на какие-то специальные курсы Повышение квалификации Либо получение профессии То есть такие возможности есть Было бы желание Если позволите, Дмитрий Валерьевич Я все-таки хотел бы вернуться к ситуации Когда в нашем городе не выдавались разрешения На строительство И вот буквально новость ноября месяца Во всех средствах массовой информации Это появилось Замглавы администрации Кирова Бывший, вернее, Алексей Политов Если не ошибаюсь Дело уже направлено в суд И там в списке Если так можно выразиться Потерпевших, пострадавших Фигурирует строительная фирма Маяковская И там в том числе указывается Сумма недополученной прибыли 550 миллионов рублей Ну вот для нас сумма Поясните, то есть это те деньги Которые вы могли бы заработать Для нас вот эта сумма Она, скажем, вообще Ну как бы не принципиальна То есть это как бы Некое, ну скажем Требование для того Чтобы было все правильно оформлено Для того, чтобы это все ушло в суд Для нас главное это Верховенство закона Да, то есть если было нарушение закона Об этом указал уже суд Почему? Потому что вот Отказы в выдаче разрешения На стрельество Мы оспаривали в суде И суд указал, что нам Незаконно отказывали То есть если есть уже Факт нарушения закона То у этого факта должен быть Кто-то конкретный исполнитель То есть должна быть фамилия Имя, отчество По данному факту Мы обратили в Следственный комитет А уже именно следователи Следственного комитета Пришли к выводу Что вот это Должностное лицо Нарушало законодательство Ну и сейчас этот факт Нужно подтвердить В рамках судебного заседания Потому что пока человек не осужден То есть он считается невиновен Пока я исхожу из этого Ну я понимаю, да Я подчеркну, что дело еще только передано В Первомайский районный суд Если не ошибаюсь Мировой суд Да, мировой суд От дальнейшей компенсации Или тут уже не идет об этом речь Для нас важен факт того, что да Как бы было нарушение И есть виновный То есть это вопрос На перспективу То есть любое нарушение законодательства Оно должно караться в нашей стране То есть неважно в отношении Это физического лица И любого юридического лица То есть это для того, чтобы В дальнейшем таких фактов не совершалось А как вообще это происходило Для понимания Вы подаете пакет документов В администрацию И что потом ставится штамп Отказать или что Да, то есть мы получаем письмо О том, что отказать Потому что И аргументы Потому что Они были незаконны Ну слава богу Это уже дело прошлое Я надеюсь Ну как прошлое 21-22 года Тогда будет решение суда Вот тогда оно будет прошлое Пока это Это длящийся момент То есть да Вот незаконных отказов Мы с этим больше не сталкивались От коллег С третьей лет Тоже такой информации Больше не получалось Что кто-то сталкивался Какие-то вещи были Нормативно урегулированы Да, то есть Поэтому Количество выданных разрешений Оно просто Ну кратно возросло Да, то есть Если там у нас Предыдущий период было 7 То есть сейчас Больше 80 Да, то есть В 10 раз Поэтому Надеюсь, что Этап остался в прошлом Надо двигаться вперед Как сейчас Отношения С той же администрацией Выстраиваются У Застройщиков У каждого застройщика По-своему То есть в последнее время Мы перешли на формат Такого формального обращения Есть наш запрос Есть ответ администрации То есть никаких-то личных встреч Каких-то личных контактов Вот на сегодняшний момент У нас не происходит Если не ошибаюсь Есть ведь новшества В законодательстве Придется согласовывать Внешний архитектурный облик Все верно Это федеральное Изменение законодательства Сейчас на нашем Муниципальном уровне Должны быть выработаны Требования Которые войдут В правила землепользования Застройки Они будут обязательны Для всех То есть Все застройщики При строительстве Определенного Категории объектов В том числе И жилья Будут вынуждены Ходить в администрацию Единственное Ну Надо посмотреть практику То есть у нас больше всего Вопросов вызывает практика Да То есть Это такое Применение уже Непосредственно Да То есть вопрос Нравится-не нравится Либо соответственно нормативам Да То есть вот Посмотрим Как это будет происходить Ну в целом Строительная сфера На мой взгляд В этом уходящем В 2023 году Она жила Даже мы видим Крупные стройки Даже и в центре города Что в общем-то Наверное Не может не радовать Город живет Ну вы знаете Если в городе Видны башенные краны То в городе есть жизнь Да Хотя люди В соцсетях Конечно негодуют По поводу того Что Ну вот на такой Ограниченной территории По мнению Кировчанов Возводятся такие Огромные Макоквартирные дома А здесь я бы сказал Вопросы снова Законодателям Что они может быть Как-то не слышат Жителей И не приводят Нормативные документы В соответствии С потребностями Их избирателей Наверное так скажем Ну кстати Как вот такая погода Тут иные морозы Нам обещают Как строители В этих условиях Могут работать Конечно Сложнее Тяжелее Особенно морозы То есть Не все Виды Строительных работ Можно делать Внутри помещения То есть Монтажная работа Кладка То есть Они происходят на улице Естественно Либо сокращается Рабочая смена Либо просто Отменяется Рабочая смена То есть Конечно Там же нужно еще укрыть Да Как-то вот Негативность Сказывается На производительности труда То есть Зимой Сокращается Наша производительность В этом году Очень много По-прежнему Говорилось Про деревянное домостроение Как-то вот Ставку в том числе На это Власти Нашего региона Делают И в ноябре Буквально стало известно Что у нас Частная компания Собирается Многоквартирный Многоэтажный Деревянный дом Строить Ну я понимаю Что я далеко Некометентен В этих вещах У меня почему-то Сразу начали Рисоваться картины Многоэтажного дома Из бревна Или бруса Хотя я понимаю Прекрасно Я даже тут Справку навел Там различные Технологии существуют Вот например Так называемая Технология CLT панелей Когда Из дерева Действительно Прессуются Вот эти панели И они там По характеристикам Не уступают Железобетонным Конструкциям Оказывается Ну давайте вспомним Давайте об этом Очень интересно Недалекое прошлое То есть Бамовские дома Двухэтажные дома Двухподъездные Они уже были многоквартирными То есть опыт Создания подобных домов Он еще в советское время Был наработан Есть конечно Некоторые ограничения Связанные С пожарной безопасностью Которые сейчас Наверное Каким-то образом Должны быть решены Путем Проведения Там Испытаний Пожарных Специальных организаций Там Изменения нормативной Базы Да То есть Это серьезная работа Потому что Ну вот На мой взгляд Да То есть Это вещь Которая ограничивала Применение Именно Дерева В многоэтажке Это требования По пожарной безопасности Они будут такими же Точно как и для кирпичного Как для панельного Либо монолитного дома То есть Здесь должно быть Не в ущерб Скажем Жителям этого дома Если такие пути Конструктивные Сейчас и есть То почему бы нет Единственное Что В практику Опыт надо нарабатывать Да За рубежом Этот опыт уже есть У нас Первые дома Уже тоже Были построены Я видел Четырехэтажные дома Сделаны Из панелей Которые Панели Собираются В заводских условиях То есть Это отдельное направление Оно может быть Выигрышно В плане Каких-то Отдаленных территорий То есть Где Большая часть Ложится Себестоимости На именно На логистику На доставку То есть Привезти Железобетонную панель Либо Привезти деревянную панель Это все-таки Две больших разницы Либо Кирпич Который Нужно доставить Еще рабочих То есть Вот здесь Они точно будут Выигрыши Тем более Для нашей страны Где есть Отдаленная территория Где есть Большое количество Древесины Для того Чтобы эти панели Зарабатывать И вырабатывать Поэтому Это отдельное направление Оно должно развиваться Ну конечно Тут бы в экономику Больше погрузиться Какова себестоимость А вот это Пока мы не начнем работать Этих панелей Насколько они Будут ли они дешевле Насколько они будут дешевле По сравнению с железным Почему бы их не строить Как раз Из панелей В высокой степени готовности Чтобы привести И там существует Только монтаж То есть Чем больше Операции мы перенесем В заводские условия Тем это будет Быстрее и дешевле Не знаю Нельзя ли это Рассматривать Как некий откат Мы прекрасно помним Советскую эпоху Когда Наоборот Все деревянные Ветхие Строения Собирались Старались ликвидировать И на смену Чтобы приходил И кирпич И железобетон А тут вроде как Снова то же самое происходит Это вопрос технологий У каждого объекта Есть свой нормативный Срок службы То есть Если у деревянных Срок службы повышается И не соответствует Тем требованиям Которые на сегодняшний день Предъявляются К этому виду объекта То почему бы и нет Сами бы лично Хотели бы Попробовать Поработать С такой технологией Есть многие люди Которые уезжая Из города В частный сектор Они предпочитают дерево У нас же даже Собираются некие Экопоселки строить На территории региона Но тут пока Конкретики Довольно немного Это уже не первый проект Поэтому Дай бог Что может быть Он реализовался Чтобы была вся инфраструктура Для детей Родителей И так далее Ну а вот Как бы интересное направление Это было бы Скажем Такой симбиоз Кирпича Или скажем Железобетона И дерева То есть Если мы так Вернемся опять в историю То помните Старые кирпичные дома То есть Большинство было Низкокирпичный Верх деревянный Да Основание кирпичное Почему бы нет Такое соединение Оно было бы В плане архитектуры Интересно Ну и Поиспользовать Наши родные Какие-то мотивы То есть Деревянное зодчество В многоквартирных домах Вот скажем Хотя бы на таких примерах А кстати Запрос Современных людей Он На какие сейчас Вообще дома Вы что ощущаете Людям интереснее Жить В красивых В красивых Я здесь скажу Потому что Мы с вами Один вид Конструкции Применяем То есть Если бы мы Применяли Там два-три вида Тогда я бы сказал Ну что больше Ориентированные Жители Там нашего города То есть Здесь Однозначно Ответа нет Есть Люди Которым Все равно Да То есть Лишь бы были стены А есть люди Которые Есть предубеждение Что я хочу жить Только именно В такой конструкции Я не хочу жить В другой Я напоминаю Что мы общаемся С Дмитрием Сергеевым Членом правления Союза строителей Кировской области Генеральным директором Строительной фермы Маяковская И в конце Прошлой недели Дмитрий Валерьевич Стало известно Что вы Вошли в штаб Общественной поддержки Президента Владимира Путина Что это за структура Чем будете заниматься Вот на сегодняшний момент Есть объединились Те люди Которые Участвуют В каких-то проектах Начало которым Дал наш президент То есть Я лично Участвую В общественном совете При фонде Завятку Который Занимается Помощью Нашим Мобилизованным Тем кто участвует В СО То есть Есть направления Связанные С поддержкой Семей Есть волонтерские Организации Которые готовы Оказать Поддержку Какую-то посильную Выполнить какие-то работы Снег почистить Огород скопать Кран починить И вот Есть организации Которые объединяют Семьи Военнослужащих Как-то это все Собрать под одной крышей Чтобы усилия Были Направлены В одну сторону То есть Оказать максимальную поддержку На сегодняшний момент Это одна Из основных задач Которую я вижу Должен решать этот штаб Как он дальше будет Есть какие-то новые задачи Появятся Да Почему бы нет Но Сроки его работы Этого штаба Пока не отговариваются Это такая вещь Неформализованное Такое объединение Поэтому Он может и бесконечно Долго работать То есть Есть послания президента Они должны быть реализованы И Именно какой-то Общественный контроль Поддержка Я не знаю Там Содействие Вот оно Этим штабом Будет оказываться То есть На площадке штаба В том числе Можно будет обсуждать Самые разнообразные Инициативы Да-да То есть Это объединение Объединение Общественных представителей Общественных организаций Минуту остается до рекламы Вопросы капремонта В рамках ОНФ Вы продолжаете контролировать Активно Помните Мы общались с вами По поводу Дома Московская 1А Как там Ситуация С мертвой точки Пока без изменений Мы получили ответ Из прокуратуры О том Что там была еще ошибка допущена администрация города при составлении паспорта данного объекта, и эта ошибка дальше ушла в составление смертной документации, проектной документации на данный дом. Как она исправляться будет, пока у меня ответа на это нет. Еще какие-то, может быть, выпиющие факты имеются? Ну, выпиющие факты. У нас было массово, скажем, в этом году ремонт фасадов, и сейчас отрицательная температура, и мы видим, скажем, недоделанные фасады. Вот главное сейчас, чтобы не вышло это в компанищину, не замазать, чтобы на следующий год не отвалилось, либо вот те дома, у которых снята штукатурка, у которых сейчас есть проблемы, скажем, с продуванием домов, где внутри появилась плесень, сейчас вот эти моменты как-то ликвидировать. А в всех вот таких случаях мы сообщаем через СМС информацию и обращаем наши постпосылы в адрес надзорных органов. Так, у нас сейчас будет небольшая реклама, полторы минуты она примерно продлится, и мы вернемся в студию и продолжим беседу. Особое мнение на 101FM Дмитрий Сергеев, член правления Союза строителей Кировской области, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», член регионального штаба Общероссийского народного фронта. У нас есть 9 минут на то, чтобы продолжить общение. Вот в перерыве я затронул тему общественных туалетов. Так она ярко тут выстрелила. Благодаря нашим коллегам из источника онлайн, они делали официальный запрос в администрацию. Администрация ответила. В областном центре насчитывается, уж извините, аж целых 15 общественных туалетов, но все они, дело в том, что они не работают просто-напросто. Вот как можно вопрос решить? У нас юбилей 650 лет в следующем году. Мы рассчитываем на большой поток туристов. Ну и давайте о себе-то любимых тоже подумаем. Проблема которой из года в год некуда. Естественные потребности сходить, справиться. Проблема есть. Я даже как житель города ощущаю, почему? Потому что часто пользуюсь нашими скверами, парками, гуляя с ребенком. И вот если по общественному питанию какие-то подвижки в этом направлении есть, то в плане общественных туалетов, да, это на самом деле проблема. То есть какие пути могут быть? Это как раз привязка бизнеса к решению данной проблемы. То есть какие-то получения земельные участки, право аренды, с учетом того, что здесь будет организовано, может быть, туалет, комната для матери или ребенка. Потому что пользователями общественных пространств, которые в последнее время создаются, являются как раз жители с детьми. И вот придя с ребенком, ты час-два не можешь находиться в этом общественном пространстве, потому что это ребенок. Ребенок захочет. Его надо покормить и сводить в туалет. Если это зима, то еще где-то погреть. То есть вот эти, такие вроде бы простые вещи, но вот они, к сожалению, как-то комплексно на сегодняшний момент. Не руководители, а, наверное, проектные организации, которые разрабатывают данный проект, их не видят. Яркий пример – это парк имени Кирова. То есть там изначально была предусмотрена площадка, к которой должны были подвестись коммуникации, на которой в дальнейшем должно было появиться как раз какой-то пункт питания, то есть кафе, где должны были быть и туалеты, и комнаты для матери и ребенка. Насколько я помню, шесть даже кабинок, по-моему. А потом вот этот момент, когда он из проекта исчез, и вот этой площадке, не знаю, может быть, его и смогут решить, но вот этот момент остался нерешенным. То есть это там, где мы на сегодняшний момент проводим работы. То есть у нас есть еще и территории, где работа не проводится. То есть, ну, скажем, ту же театральную площадь взять. То есть здесь, вот опять же, поискать локации, где было бы интересно бизнесу разместить какие-то точки общественного питания и к ним привязать наличие общественного туалета. Причем это как бы сделать одно из условий предоставления данного там земельного участка. Да, если не ошибаюсь, в Екатеринбурге я видел такую картину, когда, ну, не то чтобы киоск, но торговый павильон вот стоит, причем рядом пешеходная вот эта улица, центр города. И здесь же при этом торговом киоске сделано, извините, уборное. Это не новшество, да? То есть это руки работают и другие. Просто нужно как-то заинтересовать просто нужно как-то, да, предпринимателя или что? Ну, как интерес, это зарабатывание прибыли, да? То есть если ты хочешь заработать прибыль, ты хочешь здесь построить свой объект, то ты должен выполнить какую-то свою социальную нагрузку. Вот твоя социальная нагрузка. Ну, я думаю, что целый проект нужен в рамках города создавать по развитию общественных туалетов пока можно. Это культура, наверное, да? То есть если мы хотим, чтобы город был чище, то этим вопросом надо заниматься. Как, кстати, парк имени Кирова, как оцениваете, как строитель происходящий? Вот буквально новость сегодня утром появилась, что там началось возведение детского городка. Деревянные горки, качели, тоннели и другое оборудование. Мы там были с кировчанами, да, то есть обходили его осенью. То есть работ там было много. На тот момент работы, которые можно было выполнять в зимнее время, еще были выполнены не все. Которые нельзя, вернее, выполнять в зимнее время, были выполнены не все. То есть я думаю, что по весне те грехи, которые были, они всплывут. Единственное, чтобы подрядчик их вовремя устранил и дальше мы могли им безопасно пользоваться. Ну, если не ошибаюсь, официальной даты открытия скейт-парка не было. Администрация нам обещала в октябре, потом, возможно, в ноябре, вот уже декабрь. Вот сегодня я приезжал, то есть там свет горит, но вот людей, которые пользуются им, нет. И я не знаю, можно ли им пользоваться сейчас в таких погодных условиях. Еще одна тема. Ликвидация аварийного жилья в областном центре. В конце прошлой недели администрация переводила цифры конкретные. В этом году было снесено 22 дома. В 2024 году хотят снести 11 домов. Как вы оцениваете ход этой программы? Насколько я помню, депутат Гордумы Юрий Шелемензон говорил о том, что у нас больше трех сотен домов надо сносить. Ну, понимаете, вот этот процесс признания домов аварийными, он не закончился. То есть есть дома, которые на сегодняшний момент просто являются необследованными. И если их провести обследование, то они будут признаны аварийными. Их нужно дальше ставить в очередь на снос и переселение граждан. Поэтому по данной программе, я думаю, что работы очень много. Единственное, что в последнее время власти все упывают на федеральное финансирование. То есть, да, дадут деньги из Москвы, мы будем реализовывать. Не дадут, ну, как бы, ну, о чем мы можем сделать. К сожалению, это не все, скажем так, пути решения данного вопроса используются. То есть, в недавнем времени у нас была такая практика, это развитие застроенных территорий, где как раз застройщику предоставлялась территория, где были аварийные дома. И обязанность застройщика была расселить эти аварийные дома. То есть, как раз небюджетные деньги использовались на решение данной проблемы. На сегодняшний момент таких прецедентов, заключения таких договоров в городе я не припомню. То есть, ну, можно было бы подумать в этом отношении, да? Я думаю, что нужно было бы подумать, потому что, в любом случае, это решение проблем наших граждан. И, да, это не решит всех проблем, но, тем не менее, какому-то количеству людей улучшит личную свою. Я помню, глава администрации Вячеслав Семаков говорил и продолжает настаивать на том, что площадки, освободившиеся после ликвидации дома, нужно использовать под парки, скверы, что-то вот такое зеленое пространство дополнительное. Вопрос как раз именно администрации, как они видят развитие там, где один дом снесли, да? То есть, а есть территории, где просто стоят десятки этих домов, которые на сегодняшний момент, может быть, и не все признаны аварийными, но это вопрос завтрашнего, послезавтрашнего дня. Организация парковочного пространства тоже этой осенью серьезно встал вопрос. Руководитель региона, сити-менеджеру, нас настоятельно рекомендовала озадачиться этим вопросом. Я думаю... Наверное, так просто в одночасье мы эту проблему не решим. Я думаю, что это вопрос развития общественного транспорта. Без решения данного вопроса, количество увеличения парковок, этот вопрос будет решаться бесконечно. То есть, сколько бы мы их ни создавали, они все будут заняты. Больше машин? Больше. Больше, да. Больше площадок? Больше машин? Чем больше удобнее для машин, тем этих проблем все будет больше и больше. Их дороже будут решать. То есть, вы говорите о переориентации на общественный транспорт, да? То есть, без решения этого вопроса мы проблему с парковками никогда не победим. Как бы мы ее не изощрялись, как бы мы ее не решали. То есть, мы получим большие территории, либо какие-то инфраструктурные объекты, которые будут не заполнены, потому что количество желающих пользоваться личным транспортом при отсутствии альтернативы, оно будет все время увеличиваться. И еще один вопрос, видимо, уже под занавес нашей беседы. У нас чуть больше минуты остается. Недавно тоже были озвучены планы по реконструкции теплосетей. В 2024 году было принято решение в связи с тем, что год юбилейный, перенести эти работы на окраины города. Не центра, а юго-запад, к примеру, Лепси, Дружба. И планы по перекладке там тоже достаточно большие. 40 километров, а в этом году порядка 55. Не кажется ли вам, что негатива не удастся все-таки избежать? Вы знаете, здесь вопрос, наверное, безопасности теплоснабжения в зимний период. Потому что на протяжении последних 30 лет у нас шло недофинансирование этой отрасли. То есть, у нас сети изнашивались, они не восстанавливались. И мы, по сути дела, сидим на пороховой бочке. То есть, мы не знаем, где и когда рванет. То есть, когда-то произойдет зимой, да еще если будут сильные морозы, то есть, это серьезные проблемы для жизнеобеспечения города Кирова, а для конкретных каких-то жителей и возможность проживания в их квартирах. Поэтому этим нужно заниматься. То есть, несмотря на те неудобства, которые это причиняет жителям города Кирова. Единственное, конечно, работу над ошибками нужно производить. То есть, сокращать время производства работ, как-то разбивать на этапы. Я думаю, что вот эти организационные вопросы, они должны быть решаться. Оттачивать. И с каждого года, как бы делать выводы. И в следующий год он будет более удачным. Вот в этом плане минимизации какого-то негатива от жителей при производстве работы. Но работу останавливать нельзя. Смотрю на время. Нам приходится завершать уже нашу беседу. Благодарю, Дмитрий Сергеев. Всего хорошего. Спасибо за сегодняшний визит к нам. До свидания. Удачи. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM